Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Слава долгоденствующа, правоправяща, Слово Твое, я истинный. Истинный, истинный, истинный. И даст нам, единими усты, единими сердцем, славить и воскливать, Причестной, иреколепный и посвоил, И славе и Сына, и святого Духа, Ныне и прескновенной и веки веков. И楽 with you today, and will be the Holy of God, no one will come to God because of all He is военов trying to live and who He is. О, принесенный Хрест, священный в честной даре, Господи, умолимся. О, Господи, умолимся. Я, куда человека любит Бог наш, приеме вас, святый, пренебесный, мысленный свой жертвенник. Воню благоухания духовного, возниспоснет нам божественные благодати, так святого Духа, умолимся. О, Господи, умолимся. Мы должны изо всех сил устроять свою жизнь по преслу. Приближаются дни Великого Поста. Осталось уже не то, что совсем ничего, а все уже, вот, послезавтра начинается Великий Пост. Завтра вечером мы уже будем спрашивать прощения у друг друга, да, чтобы чисто и непорочно вступить в Великий Пост. Ну, что это значит, Великый Пост? Ведь для каждого он получается свой. Кто-то постится только лишь пищей, кто-то постится любовно, да, то есть воздерживается от греха, кто-то по силам своим совмещает все это, а кто-то и вообще отвергается его, говоря, что это за глупость, да, такая Великий Пост. То есть для чего он? А ведь нужно нам и молиться, и поститься в первую очередь для себя. Не ради того, чтобы заслужить какое-то особое благоволение Божие. Ради того, чтобы себя содержать в нормальном православном сознании. Вот для чего нам и молиться. Ведь если бы только за одни молитвы Господь нас принимал в Царствие Небесное и за посты, да, ну что ж, тогда бы достаточно было бы всегда их соблюдать, разбивать клубы себе в колено при клонениях, да, а так живи, как хочешь. Ведь за молитвы, да и после Господь же принят в Царствие Небесное. А греши, делай, что хочешь, это его уже не касается. Но Господь ждет от нас покаяния. Вот что важно приносить Великим Посту. Как мы сможем его соблюсти телесно, тупого? Это каждый ответит сам перед Богом. Это тоже важно помнить, что не надо смотреть на соседа, что вот он вместо того, чтобы поститься, там что-то кушает, или вместо того, чтобы идти на службу, он дома сидит или в огороде как вовсе. Каждый ответит сам. Но важнее всего принести покаяние. И приносить его тут не только в дни Великого Поста, а приносить его при любой первой возможности. А ведь как часто мы откладываем это на завтра, на послезавтра, на потом. Вот сейчас сырная зимница, масленица, да, неохота поститься, неохота молиться, последние дни наступают перед Великим Постом, да. Так, посидим так, ну, придем в храм, постоим на службе. А потом Великий Пост, да, будем каяться, будем поститься. А будет ли у нас это время? Есть ли у нас уверенность в этом, что завтра или послезавтра мы сможем идти в храм? Или мы сможем просто даже открыть рот, чтобы погаяться? А такой уверенности у нас нет и быть не может. Ибо человек, насколько сильно уверенный в завтрашнем дне, он перестает уповать на Бога. И, соответственно, от него отвергается. И это уже недопустимо. Ибо такой человек перестает принадлежать к Церкви Христовой. Вот хотелось бы мне вам сегодня пожелать День памяти святителя Алексея, митрополита Московского, который просвещал Русь, просвещал православных, много потрудился, чтобы свет Христовой веры никогда не угасал ни в вашем сердце, ни в вашем. Песня. 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 Благосостояние святых церквей утверди, архиереи благорепием святительству краси, монашностующих подвигом доброго течения укрепи, град сей и вся град, и страны доброй сохрани, и веру святую непоручную соблюсти и умоли. Мир весь умери от глада и пагубы, избавленные и от нападений иноплеменных. Сохрани нас, святые, старые, не тешие, юные, вразуми, безумные, умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенца возрасти, немощущиеся цари, и везде те, припризывающих тебя, и с веры притекающих, кратцы честных и многоцелебных мощей твоих, усердно припадающих, молящих-тесях, от всяких напастей, бед с ходатайством, ведь твоим свободи. Дозовемте, о, богоизбранный пастырь, звездо всесветлое, мысленное утверди, тайна гости, о на необоримой столбе, мира, вдохновенные цветы райские, всезлоты, уста, слова, московское похвало, всей России украшение. Мария у нас, ищедрая, и человека, люби Бога в Христе, Бога нашего, да в день страшного пришествия Его, шуя гостояния, избави нас, и радости святых причастники сотворите со всеми святыми в веки. Приветствую, дорогие мои отцы, братья и сестры, поздравляю вас с престольным праздником этого храма при перихиальном управлении, перихиального центра в честь святителя Алексея Московского. Очень радостно, что мы с вами вот так вместе собрались, помолились. Господь как-то сам решил, что в честь кого будет нужен этот храм, потому что когда пришло решение о выделении средств на это строительство, это было как раз память святителя Алексея Московского и вся России чудотворца. Поэтому мы вот с вами находимся под его таким очень покровом, его молитвами. Святитель Алексей сыграл огромную роль в истории нашего государства, в установлении его как именно сильного, мощного и православного государства, как мы знаем. Это был сатаинник и друг преподобного Сергия Радонежского, и они вместе с ним трудились над тем, чтобы святая Русь после своего такого раздробленного состояния наконец могла соединиться и выступить именно вот таким очень целенаправленным государством своей вообще в дальнейшей истории, благодаря преподобному святителю Алексею Московскому и вся России чудотворца. Трудная ему была, конечно, судьба очень трудная, мы это прекрасно знаем, знаем, как ему пришлось не просто трудиться и приезжать в Орду, кстати, в эти места, где мы с вами находимся, практически недалеко отсюда, он сюда прибежал, чтобы именно вести переговоры о сохранении именно самобытности русского государства. Но вот что интересно, монголы-катары, они не мешали церкви Христовой, ну пусть молятся и молятся. Даже было такое, что в наших храмах православных и поминалось имя даже монголы-катарского хана, за него молились. Было и такое. Но все это привело к тому, что святитель Алексей именно смог соединить нас всех, русский народ. Вот представьте, как это очень, если мы вот даже в семье своей не можем найти общего языка, да, бывает такое, что мы ссоримся, ругаемся, и бывает, что близкие родственники, ну, такие непримиримые оппоненты друг к другу, что их и примирить-то порой нельзя часто вот так, да. Вот, а вот святитель Алексей смог именно настроить вместе с преподобным Сергием, настроить наших руководителей тогда, наших князей, русских князей, чтобы они ради блага Отечества вместе соединились. Это же представьте, как трудно. Власть-то, она играет огромную роль и влияет на человека, да, а тут уступить свое главенство кому-то надо, с кем-то надо вот так делиться своей властью. И вот он, этот, этот, как бы смог, с преподобным Сергием смогли они это все сотрудничать. Так что, дорогие мои, праздник очень важен для нашего государства, особенно сейчас, когда слишком много различных мнений, направлений всяческих, да, воззрений на свою жизнь. Человек становится, как говорится, он живет в таком веке, потребительском веке, когда желание только для себя что-то устроить, но вот так очень трудно сейчас именно человек, чтобы он был настроен на самопожертвование. А чему учат церковь, да, прежде всего христианство? Это жертвенность, жертвенность такая вот. Современный мир дает другое совершенно состояние, да, что он, наоборот, берет жизнь и все, живет только для себя. Так что наша с вами миссия такая, дорогие мои, каждого из нас очень важная. Вы об этом помните. И вот благодаря, вот я думаю, что святителю Алексею во многом и наше сознание именно сформировано вот трудами этих людей, святителя Алексея Московского и преподобного Сергия Ивумина Равнического. Так что я вас, дорогие мои, поздравляю с этим праздником, нашим праздником замечательным. И милости вам, Божьи, пусть вас хорнит Господь. И доброго вам и хорошего поста. Спасибо. А мне бы сейчас хотелось бы поздравить ныне те заименитого кроетрия Алексея Маслова, благочинного нашего права. И отец Алексей, вы знаете, вы, если вы человек, я еще сам этот имя не видел, приходится вам дарить. Вы первый человек, которому эта книга дарится, да? Эта книга о храмах нашей епархии, да? Называется она «Острова надежды». Вот только, только что отходите.